приветствую вас дорогие друзья как вы знаете мы очень часто реставрируем автомобили волги 21 24 данном случае у нас волга газ 24 но именно в этом проекте у нас не было реставрации и этот автомобиль заказчик привез нам вот именно в таком виде в котором вы сейчас видите то есть в этом цвете я так понимаю что его уже ну можно сказать реставрировали красили наверное в заводской цветовой гамме такой тон тоже был но это именно освежался кузов вот эти колеса стоят как вы понимаете не оригинальный уже подвеска в этой машине передняя 105 подвеска задний мост волю 940 это уже все здесь было то есть изначально какие-то движения в сторону тюнинга в сторону переоборудования уже были в этом автомобиле но двигатель в целом силовая установка остался родной но ездить на родном двигателе как вы понимаете человек не смог поэтому обратился к нам для того чтобы мы сделали комплексное переоборудование на самом деле дорогие друзья у меня некая дежавю дело в том что ранее когда мы в принципе не занимались реставрации полноценной у нас очень много машин волк приезжала именно на комплекс работ по механике и приблизительно там можно отмотать наш канал на лет восемь или там десять назад и увидеть волги с таким же громким названием что автомобиль приехал именно на комплекс работ по механике по технической части где мы показывали как устанавливаем двигатель в 8 тогда же также это все дело и также радиаторы всякие бачки и прочее прочее вот прошли года многое поменялось в нашей концепции многое изменилось потому что вы прекрасно понимаете мы пробовали там ставили один вентилятор потом другой там ставили один тормозной вакуумник 2 3 там охлаждение впуске и прочее прочее и в процессе эксплуатации и личный и в процессе эксплуатации клиентами получение обратной связи мы делали выводы что лучше сделать как поменять как поменять углы установки силового агрегата по обвязке что лучше сделать и поэтому сейчас все конечно же поменялось поэтому пробежимся по этому проекту покажу вам что сделано что еще остается сделать вкратце как вы понимаете уже я сказал что подвеска есть уже было отрицаем 105 поэтому подвеску мы здесь не устанавливали но если бы не было понятное дело перебрали бы установили без проблем двигатель в 81 узет четырехлитровый именно один узет ввт и четырехлитровый очень классно ставить в волге дело в том что экологический класс в волгах в двадцать четверках в двадцать первых до в любых старых ретро автомобилях экологического класса нету то есть он либо отсутствует либо нулевой а при нулевом классе на этот двигатель на один узет есть одобрение типа которое позволяет его оформить до налогового до двух статьи из лошадиных сил поэтому ставить именно один узет это очень и очень правильно и так в 81 узет уже полностью занял подкапотное пространство пробежимся по обвязке например вот обратите внимание впуск у нас присутствует фильтр корпусный металлический далее патрубок расходомер далее патрубок уже идет в сам дроссель то есть если вы вспомните на каких-то первых наших установках были какие-то нулевики да вы знаете я всегда борюсь за то чтобы это было сделано грамотно нас не было нулевиков без корпусных то есть это было с холодным впуском здесь как раз холодный вкус присутствует потому что вот за решеткой видно отверстие именно входа в непосредственно в сам фильтр но мне всегда хотелось избавиться от таких вот решений как нулевичок какой-то какой бы он не был кому не был классный все равно это как какая-то абуза то есть надо промывать его пропитывать маслом и прочее когда есть обычный фильтр раз нам 8 в 10 тысяч просто выбросили фильтрующий элемент поставили новый трех копеечный 300 рублей стоит и поехали дальше далее по обвязке расширительный бачок это у нас идет уже современный от наших отечественных лад с крышечкой крышки кстати и сами бачки очень хорошего качества никаких к ним претензий нет от сорбер тоже от наших отечественных жигулей вас различных моделей бачок омывания бачок гура то есть в целом вот компоновка всего так чтобы вот все уместилось и фильтры все бачки везде чтобы были зазоры расстояния это также в процессе эксплуатации в процессе работ за все вот эти года вот пришли к такой вот к такому виду собственно далее обратите внимание у нас присутствует кондиционер то есть уже есть шланги уже есть вот заправочные порты трубочки вот здесь вот у нас клапан тервое присутствует вот здесь вот в нижней части но у нас запакован то есть мы специально его так вот утепляем и кранируем дело в том что в этой части от коллектора идет тепло и для правильной работы кондиционера нужно его вот так вот утеплять это кстати тоже пришло с годами чтобы ну с пониманием того чтобы система кондиционирования работала правильно корректно как собственно на всех иномарках далее система охлаждения сам по себе радиатор это обычный оренбургский медные много раз мы его ставили в принципе скажу так качество на 4 с плюсом то есть терпимо хорошая вентилятор volvo в 70 хороший производительный все патрубки понятное дело что хомуты это все универсальные далее у нас по передней части присутствует охлаждение автомата здесь вот присутствует охлаждение гидроусилителя руля и обратите внимание вот здесь вот притаился такой алюминиевый радиатор это непосредственно на кондиционер он подобран по размерам не соответствующим размерам чтобы все уместилось нигде ничего не цеплялась от различных иномарок то есть я сейчас не скажу про марку никакой потому что разные приобретаем там на одну модель волги там на 24 там может одна модель быть там на волге 31 10 другая на 21 3 но смысл в том что это подобрано по размерам от иномарок и все это хорошо умещается хорошо собственно работает без каких-либо проблем и один вентилятор всю эту кассету нормально протягивает хотя многие помнят ну кто нас давно смотрит что бывало там и 2 вентилятора ставили какие-то кожухи делали экспериментировали что будет лучше что хуже были аналоговые вентиляторы с датчиками там двухскоростными с релейной схемы с резистором и прочим в общем это все в принципе вот то что сейчас озвучил это рано или поздно выходит из строя поэтому именно вентилятор с плавной раскруткой по шим сигналу более стабилен я не скажу что он прям сто процентов никогда в жизни миллион лет не сломается все ломается нашей жизни но тем не менее по опыту он более долговечный далее тормозная система то есть вакуумный усилитель тормоза с главным тормозным цилиндром с прокладкой медных магистралей собственно это все так и было ранее но просто стараемся как-то это делать поаккуратнее размер самого вакуумника подобран тоже методом проб и ошибок с которыми сталкивались на протяжении многих лет так чтобы можно было все катушки вытаскивать то есть вот сейчас на кадре вам кажется что вот здесь очень близко но на самом деле как раз один уже точные катушечки они чем интересны у них очень мягкий стержень и получается что при вытаскивании она сразу может деформироваться и выйти далее магнитом аккуратно кладем туда головку кладем аккуратно соответственно удлинитель маленький и подлезаем аккуратненько выкручиваем тоже существуют специальные удлинители которые позволяют под небольшой угол поставить трещотку и без проблем открутить до сесть на нужна какая-то ловкость рук то есть если руки растут не отсюда откуда-то вот отсюда то не получится придется снимать вакуумник но тем не менее мы проверили что все абсолютно нормально далее естественно топливная система у нас также прокладывается на медные трубки как это было и ранее никаких претензий к ней нету единственное все шланги у нас теперь идут армированные со специальными хомутами это тоже методом проб и ошибок потому что многие шланги даже топливные сейчас пойти в магазин купить топливный шланг там будет написано что он готов к работе с топливом бензомаслостойки давление и прочее но проходит полгода или год он трескается взрывается и сами понимаете это просто опасно поэтому армированные шланги это в принципе лучшее решение наверное вы немножечко притомились поэтому давайте сделаем маленькую передышку и заведем этот двигатель запустим как говорят правильно а после запуска уже продолжим пройдемся по низу в целом покажу там по выхлопу по каким-то крепежным элементам для запуска нам потребуется масло как вы прекрасно понимаете без масла если запустить то это будет один раз и в последний путь и я вам хочу порекомендовать масло купер очень многие подписчики меня спрашивали что я могу порекомендовать и ранее я не мог это сделать потому что очень много подделок вроде бы увидел какое-то масло вроде стал его заливать все хорошо потом спустя время я вижу в магазинах смотрю и понимаю что там шрифт какой-то не тот или еще что-то далее смотрю обзоры понимаю подделка то есть очень много подделать это наше отечественное масло купер и чтобы быть уверенным что его не подделали не налили в подвале его надо покупать исключительно у официального представителя ссылочка есть в описании также от меня промо-код на 10 процентов скидки поэтому мы сейчас заливаем масло нам поможет наш сотрудник виталий заливаем масло проверяем уровень и запустим этот двигатель запуск будет пока что скажем так в пробной версии на скорую руку то есть у нас по электрике пока сделано исключительно для проверки двигателя так как непосредственно работа с электрикой будет чуть позже у нас сейчас сотрудники заняты по электрике обратите внимание зелененькое масло это именно масло на основе медной технологии можете прочитать про эту технологию на сайте представительства напомню ссылочка есть в описании и подобрать для себя по каталогам нужное масло с нужными допусками и так мы приступили к первому запуску в первую очередь включаем зажигание давай виталик включаем зажигание я напомню в моторе серию z на топливных рампах сзади есть индикаторы вот здесь вот маленький болтик который должен приподняться это как раз означает что давление в топливной рампе есть понятно что там воздух он может заработать неровно выхлопа у нас нету но какая-то часть его присутствует присутствуют приемные трубы каталик сейчас чуть позже увидим поэтому звук будет громковат но не как обычно чуть потише паркинг проверь давай попробуем колбасит воздух заглуши 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 и еще раз чтобы он цилиндра не отключал сам блок управления так у нас в горе мало мало масла надо чуть-чуть добавить давай заглуши все мы сейчас добавим маслица за кадром и еще раз пробный пуск обязательно сделаем и так масло у нас все есть но пока и понятное дело что будет жидкость еще пенится дело в том что чтобы пузырьки прошли нужно время чтобы успокоилась это понятно не сейчас будет но он должен быть уже потише давай виталик пробный еще разочек уже воздух прошел вот кстати говоря антифриз у нас есть он налит поэтому мы без труда можем даже долго прогреть все моторчик работает кстати ровно идеально выхлоп как вы слышите громковат но не сильно как я сказал что там уже есть катализатор с приемными трубами но на самом деле пока мы сейчас вот все это дело объясняли вам наш сотрудник уже приварил баночку на прихватках поэтому тише еще тише все наверное что глушим в салоне у нас еще не собран электрика не подключен просто на скорую руку то есть у нас даже чек вот так вот лампочка приборы не подключен но обратите внимание приборка сама уже переделана у нас присутствует спидометр до 160 с жидкокристаллическим экраном у нас здесь вот присутствует вольтметр а не амперметр как было по заводу и вот здесь вот присутствует индикатор а кпп стояночный задний ход нейтраль движение то есть все русскоязычно вот так вот сделано понятно что когда подключим все будет классно и сам кстати радиоприемник уже произведен так называемый retrofit то есть мы взяли за основу родное радио и внутрь установили современную магнитолу sony в которой уже есть радио bluetooth аукс в общем все что нужно ну и понятное дело что не потеряла аутентичности и удобно будет пользоваться запуск еще разочек то есть как видите приборы пока не работают а гуру же работает уже пузырики прошли все прокачалась все нормально все хорошо звучит и так дорогие друзья мы внизу значит пробежимся начиная с задней части но начнем с того что мост это volvo 940 его суда установили заранее как видно вот кронштейны все переварены тормоза дисковые уже какая-то ржавчина чуть-чуть присутствует но это не критично главное что он стоит он не гудел не шумел все сухо все в порядке все нормально по нашей работе вот я думаю видна баночка mg race вот здесь вот видно труба 63 то есть вот обратите внимание у нас здесь вот y pipe и дальше пошла 63 труба давайте пробежимся по передней части непосредственно выхлопной системы то есть нас идут 2 в бенда справа слева гофры здесь катализаторы это басалевский катализаторы керамические то есть я борец за то чтобы это было все грамотно несмотря на то что в документах евро 0 или там евро отсутствует экологический класс мы его делаем таким образом чтобы это было всем комфортно и природе и людям и даже на прогреве если вы допустим машина стоит там в подземном паркинге в гараже да или просто возле дома на прогреве когда идет переобогащенная смесь топливно-воздушная я думаю вы прекрасно понимаете что вот этот запах он неприятный а когда вот это все сделано причем каталики довольно таки близко к коллекторам получается что прогрев максимально быстрый из-за этого очень и очень классно комфортно значит у нас здесь что коробка 5 ступка кардан это volvo 940 он уже можно так сказать что готов сейчас выставим проверим углы ручник у нас остается родной то есть кто не в курсе на двадцать четверках ручник он именно кочерга под торпедой вот она дергает вот этот трос вот этот механизм и здесь уже подсоединены два трасса то есть этот весь механизм он здесь и был просто у нас он чуть с изменениями учитывая что в коробке вот это траверса кронштейн подушки он немножечко другой поэтому приходится кронштейн переделывать в общем вот так вот все это выглядит далее смотрите тормозная магистраль и топливная это медь вот так вот все это дело проложено ну как вы прекрасно понимаете что кузов мы не реставрировали поэтому где-то присутствует ржавчина то есть как я уже сказал кузов освежили здесь присутствуют следы антикора но понятно что не все идеально передняя подвеска газ 3105 которая здесь была ранее установлена давным-давно я не знаю сколько год назад или более то есть на ней даже на родном моторе владелец покатался какое-то время ну в принципе несмотря на то что она чуть так ржавенькая им какой-то роли не принципе не играет и все ездит все не стучит все в порядке вот ну по нашей части двигатель полностью установлен поддон подогнан под балку присутствуют гидроопоры с кронштейнами для крепления самого двигателя ну в общем вот так вот все это выглядит снизу еще не все подключен то есть например вот видите электрика да вот здесь подписано гена это значит не крокодил гена а генератор то есть заранее в кассе все заложено но физически еще не подключена то что сейчас мы доделываем эту машину по технической части а по электрической дойдет чуть чуть позже очередь потому что она должна постоять какое-то время так как два электрику нас сейчас заняты на других проектах многие знают что у нас есть на авито два магазина инва motors и инва парцем ска там всегда какие-то есть запчасти комплектующие которые остаются от свапов от проектов а что-то клиенты просят реализовать в частности мы бывает реализовываем старые силовые агрегаты моторы коробки какие-то там мосты и прочее поэтому очень много наших подписчиков покупает запчасти с наших двух магазинов а с недавних времен у нас еще появились дополнительные запчасти это двигатели различные и то есть в 82 узет как до рестайл так и рестайл есть некоторые вариации двигатели для свапов в 12 рядных четверок рядных шестерок есть огромное количество коробок передач даже не для свапов а например для просто обычных автомобилей например вдруг у вас 200 крузак и у вас сломалась коробка или lexus gx 460 или еще какой-то автомобиль у нас есть например коробки 8 ступки для ландроверов поэтому ссылочки есть все в описании два магазина на авито я просто вам напомнил вдруг кому-то нужные запчасти все дорогие друзья этот видеоролик подошел к своему логическому завершению вкратце я вам показал что сделано как вы понимаете это еще не завершение проекта еще электрика еще по салону очень много мелочей которые заказчик попросил сделать часть из них уже сделано что-то я вам показал что-то вы не увидели например снималась торпеда там проклеивалась шума виброизоляции туда установили современную печку газ 31 105 с режимом кондиционирования естественно пришлось переделывать все воздуховоды учитывая что торпедов газ 24 отличается от 31 105 поэтому направление там в ноги на лицо в стекло и так далее это все пришлось переделывать перепаивать переваривать как мы это часто делаем и кстати тоже в этом плане за 10 лет свапов этих автомобилей мы тоже продвинулись и уже знаем кое-какие решения как сделать это грамотно и правильно также по этой машине такие мелочи будет как фаркоп да человек попросил сделать фаркоп и вы знаете что мы на 24 придумали как его сделать красиво под бампером чтобы он не выпирал не выступал не торчал целом был эстетичен и полезен потому что фаркоп для этой машины если еще в те годах там в семидесятый он был необходимость то в нынешнее время это на всякий случай вдруг какой-то катерок на речку спустить покататься пару раз за лето но вы прекрасно понимаете лет это у нас короткая поэтому вкратце я вам показал этот автомобиль главное вы увидели первый запуск с правильным маслом и я напомню вся информация есть в описании мы продолжаем трудиться в том числе над этим проектом всей нашей командой ну а когда он будет готов вы увидите финальное видео со всеми покатушками наваливанием и прочими моментами с вами был как всегда василий до новых встреч